Катрены Создатели Надо людям определить окончательно цель. Что они хотят видеть завтра? Надо подняться, чтобы не сесть на мель. Основное условие – надо говорить правду. Никто не обсуждал, для чего человек, какая роль принадлежит ему, влияет ли на мир сам имя рек, какое же для человечества дежавю. Что может человек для себя и планеты? Какие отношения его с Богом? Почему на планете существует вендетта? Почему все было уничтожено потопом? Вопросов неразрешимых много. Некоторые из них лежат на поверхности. Много на планете печальных итогов. Перед шестой надо решить их для верности. Прежде всего, люди находятся в разуме. Высший разум – это пространство. Человек не постигает это в своем уме. Поэтому жизнь человека – странствие. Человек прежде должен понять себя. Человек должен понять, что есть разум. Что же такое для человека сегодня стезя? И зачем коллективный для него ум? Люди странствуют, не понимая создателя. Для людей есть убога программа. Люди скатились до уровня обывателя. История говорит, что это для людей драма. Драма – это волна войн и революций. Кажется, что этому нет предела. Для людей есть только один путь – эволюция. Надо восстановить этот путь смело. Людям надо принять каноны Создателя. Законы людей надо забыть. Человек от Бога не может быть обывателем. Человек в шестой Богом должен быть. В планах человека обязательно выжить. В планах Бога надо поднять вас до неба. Не надо Богу примитивно служить. Человек, как послушный раб – это небыль. Для людей эволюция – это цель жизни. Создатель подготовил инструкцию. Человек должен понять, как быть. Он Божественную должен создать конструкцию. Конструкция для человека есть небо. Будущего нет для человека на Тверде. Вечная жизнь на Тверде – небыль. В новый мир Создатель откроет двери. Вам не надо спешить с решением. Уже сколько было по жизни ошибок. Нужно к Богу наладить движение. Только прямо к Богу. Но только не в Бог. Вам надо принять ответственность. Ответственность за себя и за небо. Всегда есть причины и следствия. Жизнь во время перемен – не бремя. Совсем наоборот. Для людей это счастье. Жить с Богом на одной волне. Фактически. Жить в это время – причастие. Это счастье для людей вдвойне. Вам надо перейти в новое при жизни. Бог обещал помочь при этом. Вам не пригодятся никакие одежды. Вам разбираться в этом придется потом. Вы должны переписать свои основы. Не может быть у людей своих основ. Люди сегодня совсем как совы. Не могут оторваться от своих снов. Поверьте, сегодня только первый этап. Этап вечного пребывания. Вам придется понять только там, что правильно выбрали для себя проживание. Сегодня вы – это ваше отражение завтра. Вы формируете сами себя. Бог открывает для вас правду, чтобы поняли, куда вас ведет эта стезя. Стезя сегодня – это ваша жизнь завтра. Вам надо разорвать связь с инквизицией. За мной – для вас вечная правда. Ваша жизнь во мне – вечная эволюция. Поймите это и примените сегодня. Вы сегодня собой формируете завтра. Вы, наконец, дождались этого дня, когда Бог и человек вместе есть. Правда. Аминь. Отец Абсолют. 3 июля 2021 года. Катрен. Стезя сегодня – это ваша жизнь завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok